Девушки отдыхают Ведява и другие. О каждом из них мордовский народ придумал множество легенд и сказаний. Древнейшим божеством Мордвы была Маста Рава, богиня или держательница земли. Отношение к земле у наших предков было очень уважительное, ведь она давала жизнь, кормила и согревала. Поэтому ее называли по-разному. Модава – земля-мать, Модань-кирди – держательница земли. Покровительницей леса мордовский народ называл Веряву. В каждом лесу была своя Верява, но людям она показывалась редко, обычно в полдень или перед заходом солнца. Верява считалась хорошей хозяйкой. Она заботилась о порядке в лесу, охраняла зверей, помогала заблудившемуся найти дорогу, могла показать грибные и ягодные места, но могла и навредить человеку. О Веряве Мордва пересказывала друг другу разные небылицы. Одни говорили, что видели ее в лесу с длинными распущенными волосами. Другие же утверждали, что слышали, как Верява свистит, хлопает в ладоши, говорит человеческим голосом и становится то великаншей вровень с деревьями, то крохой, теряющейся в траве. Вот что рассказывали о Веряве старые люди. Мой дед ездил в лес за дровами и вдруг в лесу к нему в телегу села Верява. Засмеялась. Лошадь остановилась, вся вспотела, но с места никак не сдвинется. Тяжело. А, дедушка, говорит Верява, ты думаешь, твоя лошадь сильнее? Лошадь-то не тянет, дедушка. Дедушка в ответ. Зачем села? Встань. Она встала, села на пенек и стала волосы расчесывать. И лошадь пошла. Самой хозяйственной и трудолюбивой считалась Нору Вава, богиня поля и урожая. В честь нее совершали моление перед началом сева, перед уборкой, при заготовке сена. Оставляли на поле кусочек хлеба, посыпанный солью, чтобы она поела и не злилась. Старики говорили, на меже ни в коем случае нельзя спать, ибо это место Нора Вавы. Покровительницей и держательницей воды считалась Ведява. Каждая речка, озеро, пруд или родник имел свою Ведяву. Равава – хозяйка Волги, Сурава – хозяйка Суры, Мокшава – хозяйка Мокши. Ведяву древняя мордва представляла в образе женщины с длинными белыми волосами, иногда с рыбьим хвостом, одетую в серебристое платье. Ведява была также покровительницей деторождения и семейной жизни. Поэтому во время свадьбы невесту вели на речку, чтобы умыться водой. На берегу реки расстелали скатерть и устраивали в честь Ведявы моления. Считалось, что таким образом Ведява пошлет молодым счастливую семейную жизнь и много детей. Когда долго не было дождей и наступала засуха, мордва молила Ведяву. «Не пугайся, кормилица, земля горит, создай дождь!» Потом обливались водой, ели принесенную пищу, угощали богиню воды, приглашая к столу. Самым грозным божеством для мордвы была держательница ветра Вармава. Она могла принести людям много бедствий, поднять бурю, раздуть пожар, повалить хлеба, поломать сады и крыши. Особенно опасной она была, когда появлялась со своей подругой, богиней огня, то лавой. Умилостивить Вармаву можно было, принеся ей в дар, легкие перья пестрой курицы, хмель, чистую крупу, пресные лепешки. А во время пожара всякий старался задобрить Вармаву, бросая в огонь яйца, яблоки, прося при этом «Вармава, матушка, побереги нас, не пускай на нас огонь!» У наших предков было много и других божеств и духов, и все они нашли широкое отражение в книгах. Это боги и сказания Мордвы Николая Мокшина, легенды и предания Древней Мордвы, собранные Тамарой Борговой и Лидией Седовой, мифы и герои мордовского народа, исложенные Николаем Мокшином, Еленой Руськиной и Константином Шапкариным, мифология Мордвы, Татьяны Девяткиной и другие. Мир языческих богов, покровителей духов, богат и огромен, и в них, как в зеркале, отражена жизнь народа, его душа, его история. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok